Осень, конец жатвы, уборочной поры и вообще тяжелой сельской работы. Впереди радости от собранного урожая. Собственно, этому и посвящен обрядовый праздник Дожинки. На областном уровне его хозяином стал древний Мстиславль. В этом году есть что праздновать. Больше миллиона тонн зерна, хороший урожай картофеля, овощей, фруктов. Так что свои дожинки может отметить каждый хороший хозяин. Как житель деревни Михеевка Дребенского района Сергей Карпенков. Хороший урожай в этом году? Хороший. Жаловаться грех на этот год. Сергей Карпенков в собственном саду вырастил почти 5 тонн яблок. Сбор урожая подходит к концу. Хранилища полны ароматной красоты. Да, я хотел сказать, что такой запах, это еще можно было в баночку. Я уже говорил, что можно потом зимой открыть в доме. Так классно. Поехали. Сад Сергея Карпенкова – это бывшие огороды его соседей. Люди отказались от земли, а он забрал. Сегодня хозяин собирает урожай груш. Раз, раз и пол ведра. В картонные ящики от бананов Карпенков укладывают гораздо более ценный продукт. Толгарская красавица. Так называется этот сорт. И он один из любимых у покупателей на рынках Дребене и Орше. Сергей, агроном по профессии, несколько лет назад оставил работу, чтобы полностью заниматься собственным подсобным хозяйством. Этим и зарабатывает на жизнь. Дает, скажем, заработок, который можно прожить. На Багамо, на Канары мы не поездим, но нам здесь неплохо. Работать нужно много. В шесть подъем, с улицы в дом в девять вечера. Но это того стоит. Тем более, когда дело любимое. И счастье все-таки в любимой работе. Да, в принципе, если работа и хобби, и заработок, когда все совмещается, то это, наверное, и будет счастье. Итак, коробка груш с одного дерева, а в ряду полсотни деревьев. И это только малое только хозяйство сельчанина. Где-то 500 деревьев яблонь, 250 груши, плюс орех, фундук, наверное, 50, голубика, смородина, алыча, сливы, вишни. Да, в этом осеннем саду есть и спелая малина. А самое теплое место в хозяйстве Сергея – это, несомненно, теплицы. Это пластиковая теплица, которую я построил благодаря кредиту, который выделялся для поддержки личных пособных хозяйств под 5% годовых. Вот и посмотрим, как вы вложили свои деньги. Хорошо вложил. Деньги уже давно отдали, мы ничего в Судасту не должны. Надо, наверное, очень любить растения и вкладывать в них очень много сил, чтобы они давали такие великолепные плоды. Здесь на рассаде с февраля. Это уже октябрь. Это почти год мы его лелеем. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Восемь месяцев. Дети в девять рождаются, а мы в восемь месяцев перец растим. Как я его любить не люблю. Вообще трудно рассказать за несколько минут про все подсобное хозяйство Сергея Карпенкова. Хозяин ведет от кроликов к перепелкам. А дальше можно смотреть цветы и красивый двор. И дело у Карпенковых семейное. Сыновья пока учатся в городах, а хозяина поддерживает жена, потому что сама любит деревню и хозяйство. Сельское хозяйство, оно как было, так есть и будет. Человек всегда нуждается в продуктах питания, всегда на столе должно быть свежее молоко и мясо, и особенно душистый хлеб. Поэтому я думаю, сельскому хозяйству жить да жить. Продолжение следует...